На календаре 12 марта. 165 лет назад, 12 марта 1855 года, российский император Александр II высочайше утвердил образование в Самаре Иверской женской общины. К тому времени она по факту уже существовала и располагалась на улице Мечетной, сегодня это улица Самарская. Но поселение было слишком далеко от реки. Тогда купцы Синягин и Назаров пожертвовали общине свои загородные участки рядом с Волгой. Там построили деревянную часовню во имя Казанской иконы Божьей Матери, а также восемь келей. Таким образом начиналась славная история Самарского Иверского женского монастыря. 12 марта 1902 года на территории Самарской губернии начал действовать запрет на распитие крепких спиртных напитков в общественных местах. Ежегодно 12 марта в нашей стране отмечается День работника уголовной исполнительной системы России, а еще сегодня Всемирный день против киберцензуры. Поздравление с днем рождения сегодня принимает депутат Самарской губернской думы Николай Альфредович Ренц. Также в 12 день первого месяца календарной весны были рождены советский писатель-драматург Григорий Горин, российская актриса театра и кино и телевидения Татьяна Лютаева, российский певец-музыкант, автор песен Алексей Чумаков и другие известные люди. В народном календаре сегодня Василий Капельник. В этот день, как правило, начинал таять снег на крышах. По этому поводу наши предки говорили так. Придет Василий и зима заплачет. На сосульки тогда смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. К примеру, длинные капельники обещали долгий лен. Этими и многими другими интересными событиями и фактами вошло в историю 12 марта. Позитивного настроения вам и всего только самого доброго.